Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программа артефакты. С вами Екатерина Славянская. Из столицы со специальным призом учащихся школы-интерната для одаренных детей имени Захарченко отметили члены жюри первого открытого детско-юношеского конкурса исполнителей на ударных инструментах имени Гришина. Самому яркому исполнителю среди младших и средних групп достался особенный подарок. А вот другому конкурсанту поступило предложение продолжить обучение в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Чайковского. На создание этой выставки современный фотограф Юлия Абзалдинова потратила практически 10 лет. Как только стало известно, что столица Олимпийских игр в 2014 году станет Сочи, автор начала снимать. Таким образом, ей удалось запечатлеть все перемены, которые произошли с городом. От начала строительства Олимпийских объектов до городских пейзажей после проведения спортивных игр. Перетвижная выставка стартовала в марте 2017 года, была показана в нескольких городах России. Сейчас ей можно насладиться в Краснодарском художественном музее имени Коваленко, а завершит экспозиция свое путешествие в марте этого года в Красноярске. Дело в том, что выставка разделена на три части. Они как хронологические, так и тематические. Друг за другом идут. Первая часть – это легенды, вторая – паспорт болельщика, а третья часть – заповедник. И, собственно, для того, чтобы исследовать и территорию, и события, необходимо использовать различные формы для изображения. Это и портреты, и пейзажи, и где-то какие-то детали в повседневной жизни. Поэтому, собственно, все эти форматы, они влияют на одну идею – создание собирательного образа. Гусарская баллада «Верные друзья» и фантазии на песне Тихона Хренникова. В Краснодаре открылся фестиваль «Екатеринодарские музыкальные вечера». Первый концерт в рамках фестиваля собрал поклонников творчества Тихона Хренникова, легендарного советского композитора. Вечер посвящен 105-летию со дня рождения автора песен к 30 советским кинофильмам. В программе вечера концерт для фортепиано номер 3. Сюита из балета «Наполеон Бонапарт» в исполнении Кубанского симфонического оркестра и солиста Тихона Хренникова-младшего, лауреата международных конкурсов, правнука знаменитого композитора. В 95-м году Тихон Николаевич написал балет «Наполеон Бонапарт», а в 99-м «Капитанская дочка». Это два последних крупных сочинения Тихона Николаевича. И, к сожалению, они не так часто идут за сцены, с балетной сцены. Поэтому я решил сделать оркестровую версию, чтобы можно было исполнять ее в концертах, чтобы музыка звучала. Это самое главное для композитора. Краснодарские артисты примут участие в 25-м Всероссийском Пушкинском театральном фестивале. Актеры Краснодарского академического театра драмы имени Горького представят спектакль «Он, она, собачка». И сегодня у нас в гостях исполнители главных ролей Анны Ярковой и Алексей Сухаручко. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с каким настроением едете? Какой настрой? Замечательный. Боевой настрой, хорошее настроение. Зрение самое замечательное. Мы, мало того, не едем, мы летим в Санкт-Петербург. Оттуда мы переезжаем во Псков. И настроение замечательное, потому что фестиваль для любого человека, особенно для артиста, это вещь такая знаковая. То есть можно увидеть людей, можно себя показать и понять, что в искусстве произошло, чего не произошло, где мы, соизмериться и получить удовольствие от спектаклей других. от своих. Конечно, ждешь новых впечатлений, новых эмоций, какого-то творческого обмена, каких-то, может быть, новых творческих поисков. Вы видели программу наверняка, да, кто участвует. Скажите, на ваш взгляд, вот эти театры, что могут вам показать и, скажем так, чем наполнить? Интересны ли вам, может быть, какие-то труппы их работа? На самом деле театров много и, безусловно, они все, я думаю, будут интересны. Но, к сожалению, мы увидим немного. Там будут и театры из Лиссасибирска, из Новосибирска, Москва, Пермь. И мы застанем только спектакли... Псковского театра и... Пермь. Да, и Москва. И Москва. Театр Дог. Жаль, мы не увидим театра нации. И вообще, я хочу сказать, что вот город Псков, для меня он связан многими вещами. Лет 10 назад я работал в этом театре. Ух ты. Да, служил 4 года. И поэтому я еду туда, как бы возвращаясь и увижу, конечно, другой театр. Но по-прежнему там будут некоторые из заслуженных, из народных. И вообще фестиваль Пушкинский, он меняется. И то, какой он был 20 лет назад, и то, какой он сейчас стал, будет очень интересно посмотреть. То, что написано в программке, какие имена, какие названия. Мне кажется, что изменения налицо. В лучшую сторону. Хорошо. Расскажите о постановке, которую вы покажете. Он и на собачка. Чем она вам дорога и какой была работа? Ну, можно я начну, да? Слово мужчине. Дело в том, что сама работа, она чем необычна, она современна. То есть режиссер не пытался нас погрузить в 19 век, в конец 19 века. Мы пробовали нас здесь и сейчас, наши отношения, нашу реальность, то, что может зритель соотнести с собой. То есть чему может поверить? Поверить может только тому, что совпадает с его жизненной ситуацией, с его опытом. Так вот, наш спектакль, это как раз тот опыт, который не надуманный, а он наш. Мы пытались приблизить к Чехова, к себе и сами понять Чехова. То есть, может быть, и громкие фразы, но так она и есть. Мы, как бы там ни было, мы – это мы. И спектакль для нас дорог тем, для меня лично, то, что он дает право мне, как человеку, искать персонажа. Вот по поступкам и действиям этого персонажа я могу понять, как бы я существовал в этой ситуации, как бы я повел себя. Интересно то, что... Вообще я много говорю, Ань, скажи вот. Ну, для меня это спектакль, это история, наверное, все-таки встречи двух очень одиноких людей, прежде всего. И Родион Тимурович, он не просто так увеличил возраст героини. То есть, это не история любви взрослого мужчины и молодой девушки, это история именно двух состоявшихся людей. Да, вот этот момент интересен. Да, которые уже приобрели, да, какой-то богатый опыт жизненный. И в результате, имея семью, каждый из них почему-то остался одиноким. И вот именно эта встреча их, которая дала, наверное, какой-то глоток свежего воздуха и понимание счастья, что все-таки еще может быть что-то по-другому. Вот интересно это, насколько человек сегодня готов бороться за свое счастье. Потому что, если во времена Антона Павловича развод был практически невозможен, то сейчас, когда, казалось бы, сейчас это легко. Но наши какие-то внутренние страхи, наши комплексы, наш какой-то багаж, который у нас есть, он, наверное, не дает нам совершить какие-то поступки. Которые, возможно, могли бы сделать нас счастливыми. А что встает, скажем так, перед человеком на пути к счастью? Встает слабый человек, встает он же сам. Встают его страхи, его... Ну, что может быть? Во-первых, что такое счастье? Это же философский вопрос, да? Вот счастье, вот я, допустим, сейчас здесь у вас, ну, как бы я счастлив, да? Немножко нервничаю, но я счастлив, да? Вот, и это же производное от того, что, как бы, от наших действий. Все-таки счастье, которое в будущем, это иллюзия, да? И когда человек стремится изменить свою жизнь, прожив там, как бы, семья у человека, и все, изменить свою жизнь в раз... Ради иллюзий. Ради иллюзий. То есть мы же не знаем, к чему это все. Вот, и к чему это все приведет. И поэтому, естественно, возникает опасение, страх, и человек думает, способен, не способен, ради чего. И в итоге, не сделав шаг, человек приобретает или теряет, мы не знаем. Алексей, ну что ж, спасибо вам большое, что сегодня были с нами. И желаю, конечно же, наполниться на этом фестивале новыми, 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 вот этими вдохновенными силами. Спасибо огромное. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь с нами на телеканале Кубань-24.